Какие хорошие дети, которые верят в Бога. А у вас там православные храмы есть? Не знаю. Не знаете? Ну, может быть, и есть даже. Вот, хорошо, если бы вы туда сходили. Со священника. Вот, радио туда ходит. Вот как. А там, может быть, есть даже для детей занятия. А занятия, если есть, вы будете много знать о Боге. Скромно себя будете вести. Радостью будете для родителей. А когда неверующие дети, они крещат, смеются, обзываются. Но ведут себя неподобно. И поэтому лучше вы и Слово Божие. У вас тем более... Вот я вижу только трое ребятишек. Там маленькая-то ушла. Вам самим дома интересно? Вот так. У вас, если вопросы какие есть, я могу ответить. У нас нет никаких вопросов. Еще нету. А вы мясо едите? Да. А пост у вас есть, чтобы не есть мясо? Я не знаю. Нету. А вы как считаете, христиане или мусульмане? Мы не мусульмане, мы не христиане. Мусульмане? У них есть тоже там пост. Тоже. Они до вечера, пока звезда не взойдет, не едят. Они хоро... Да. Они сильно постятся. Они любят детей. Любят жен своих. Хорошо работают. Вот. Я их знаю. Ну что? Меня звать дядя Игнатий. Мне уже 80 лет. Если у вас будет желание... Кто писать умеет у вас? Я. Ты можешь. Ты можешь написать. Меня звать Лапкин Игнатий. Город Барнаул. Лапкин Игнатий. Когда родители придут, вы им скажете. Они могут по скайпу зайти, побеседовать. Я им большие материалы скину. Им будет очень интересно познакомиться с нами. А у вас кошки есть? Да. У нас кот только. Кошка? А я сейчас покажу вам. Вот, посмотри. Звать ее Паля. Подожди. Смотри, какой хвостик. Так как у лисы. А вот это ее сын. Он в два раза больше ее. Иди-ка сюда. Вот так. Ой. Он молодой. Ой. Кусается. Кусается. Не понравилось. Его звать Белый. А у меня две голубятни. Голубей у меня много. Голуби. Всякие разные. Белые. Коричневые. Хохолки у них на голове. Голуби. Знаешь, как воркуют? Бабакур. Бабакур. Вот наши. Ой, какая хорошенькая. Да полоски, как у тигра. Ой, как он. Вот. Его зовут Нарик. Ну, да. Вот как лежит. А это же как. А где-то у меня их мать. Ее не видно здесь. Вот. У меня разные кошки. Потому что я голубей держу, а там пшеница. А пшеницу любят мышки. И мышки мешки проедают. Я туда кошек сажаю, и кошки с ними не дружат. А она у вас мышек ловит, кошка? То есть не кот, а это кот. А, ну, кот. Кот-то ловит мышек? Да. Он пытался одну мышку поймать. А. Вот так. Видишь как. Хорошо познакомились мы с вами. Да. Ну, да благословит вас Господь Бог. Да будете избранниками Его. Может, будете проповедниками истины, Евангелия. С Богом. Расстаемся с вами, да? Да. Ну, с Богом. Что отвечать надо? Ничего. Во веки слава. Не, я не христиан. Когда в дом входит человек, Иисус Христос говорит, приветствуйте дом сей. Мир дома сему. А хозяева отвечают, с миром принимаем. Что же вы не знаете-то? Вам сколько лет? Я не христиан. Так. Сколько лет вам? Мне 19. Ну, вы уже взрослый. Мне 81 год идет. Значит, у меня опыта побольше. И скажу, что Христос открывает двери везде. И Он спасает везде. Он живой. Он умер за наши грехи. И зовет людей к покаянию. Если вы зарядите во свете Библии два слова. Ну, вот я всем показываю. Мы пришли сюда, чтобы людям рассказать о Боге. Здесь Христос для нашего оправдания. Кто покаяться и будет веровать, спасен будет. Мы не просто к вам пришли сюда, а с великой радостной вестью. Смерти нет, а есть лишь переход. Христос говорит, кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. Ты надоел. Можете сейчас мы будем разговаривать, чтобы вы не ругались? Да, да, будем ругаться. Чтобы ни одного матершиного слова не было. Договорились? Договорились. Я зачем здесь? Зачем здесь? Что здесь Содом и Гаморра. Люди заживо сгнивают. В блуде. В разврате. Занимаются анонизмом. Женщины трясут своими сокрытыми местами. Когда в стране 86,5% разводов первые три года. И мы пришли сюда со словом Бога Живого сказать, что за это ожидает. При любодеи все будут мучиться в озере огненном с дьяволом вместе. А праведники в царстве небесном. Вот для этого мы тут и находимся, чтобы ответить на вопросы. Здесь половина голые мужики валяются. Процентов 85 мусульмане. Ой, а у нас не такая книга. Я ему говорю, это ваша книга? Наша. Коран. Я говорю, что еще написано? Не может прочитать. А тут баран. Ничего не знаете. А почему здесь мусульман много? Потому что ему дома разрешается официально иметь четыре жены. И каждая жена за каждую хорошую колым платить надо. А тут 44 даром голые. Я говорю, вы южные жеребцы на русских кобылах пашите тут. Они хохочут. Не смейся. Смех ваш обратится в плащ. Ни один развратник в царстве после смерти не пойдет, а пойдет в ват, в огонь. Зачем он правильно говорит? Ладно, бать. Понял. Нам понятно, это все мы нормальные. Мы нормальные, правда. Понятно. По порядку. Давай. Под нормальный ты мужик. А почему бороду бреешь? Нормальный мужик. Бороду брею. Да. Нормальный мужик. Зачем ты это? Не старовец. Это естественно. Нет. Ну позвольте, вы видели петуха, курицу? Какие они разные. Баран и овечка. Бык и корова. Вы хотели, чтобы ваша дочь была здесь. Вы своих дочерей бережете. А на чужих скачете, как жеребцы. Я мусульманин. Не мусульманин, а разбратники собрались здесь. Настоящий мусульманин считает вот эту книгу. Он ее считает своей, законной. И он по ней поступает. Ты же мусульманин. Зачем ты делаешь то, что здесь находишься? И сколько маленькие дети мусульманские матерятся, что попало делают. Вы никакие не мусульмане. Блудники собрались здесь. Настоящий мусульманин убережет себя. Он живет честно. Это правильно. Мы проехали шесть мусульманских республик и Турцию. Я дарил книги там. В доме мулы ночевали. Я знаю мусульман, как они жен берегут. Нам надо учиться у них. Это тоже верно говорить. Я говорю то, что видел. Мне 81-й год. Я многое повидал. Дай Бог здоровья вам еще. Я сам с Дагестана. Я в России. В Дагестане мы были. В это время там была сложная обстановка. Стояли снайперы. Только что убили священника православного. Это когда было? Я сейчас могу сказать где-то. Наверное, в 2014 году. Ну да. Вроде была священника. Убили там террорист один. Да. И мы когда были, я дарил книги. Я поясню вам, что у меня вышло из печати 38 томов книг. Я вел занятия в университетах, милиции. И мы зашли в библиотеку, а там и так стрелка, кверху написано, комнаты для намаза. Мы спросили директор, мужчина директор, можно, он говорит, сейчас позвонил или нам отперли. Мы подошли разулись, зашли туда в комнату и стали молиться. Он говорит, у нас пять раз намаз. Я говорю, у нас семь раз. Семь раз, утром, вечером, у нас девять раз намаз идет. И сто поклонов каждый раз. Стали просить мира Дагестану. Спросили, где могила Расула Гамзатова. Ну, этот, в горах у него могила. Ну, у себя, когда едешь. Да. Он аварец. Ну, верные слова ты много говорил, конечно. Это та. Че делаешь, мир разворотный стал? Понятно. Девушки не хотят замуж. Им скажешь, выходи замуж, да. Только не ругайтесь. Лучше считают гулять. Да, они говорят, я пока не готова. Так, ну ладно, не ругайтесь только. Одного слова плохого не говорите. Нельзя у нас это делать. Да, это правильно говоришь. Вот мне 81-й год. Мне. Почему сейчас вы такие? Скажи мне, почему они замуж? Ну, потому что они неверующие. Вы на наших девушек посмотрите, зайдите. Как у нас одеваются православные. Они как хиджаб, два платка. Платье до полу. Знаю. Знаю. Слова нету. Я лично хотел бы на вашу православную вот такую девушку жениться. Женщине жениться. Лично хотел бы. Очень хотел бы на верующую вашу жениться. Очень красивые верующие девушки у вас. Я видел монашки очень красивые. Верующие, закрытые, умные. Разговоров нету насчет этого, отец. Да. Согласен с тобой. Так. Мы верим, что Иисус Христос умер за наши грехи и воскрес и зовет к покаянию, чтобы жили по-божьей. Чтобы после смерти в ад не попали с сатаной, с шайтаном. Совершенно верно. Иисус Христос, если честно сказать, и много читал, наверное, Иисус Христос, Иса, его зовут. Он сын Мария. Он скоро спустится на эту землю. Он, короче, и христиане, и мусульмане за ним пойдет. И мы одна верить будем тогда, и христиане, и мусульмане. Иисус нас соединят. Сын Мария Иса. Так что у меня племянник женатый на русскую, короче, девушку. Уже три-четыре ребенка у них взрослых. Минации не разделяем, понимаешь? Хорошая девушка, очень даже. Она спермол. Очень спокойная, хорошая девушка. Религиозная. Слов нет. Причем нации, разницы нет. Кто их? Например, есть очень хорошие русские люди. Вчера, когда я сюда ехал, на дороге остановился. Один, короче, подъехал, возле стола на машине. Он говорит, что случилось, чем помочь. Понимаешь? Ну, вот такие хорошие ребята есть, русские. Очень такие, уважительные есть. Ну, везде плохие тоже есть. Понимаешь? От воспитания зависит. У нас в Дагестане воспитания больше дается. Понимаешь? Насчет религии мы все учим. Ну, у нас, вы, если у нас были в Дагестане, вы, наверное, знали, какие у нас остановка там. Да. Да. У нас, видишь, воспитание другое. А у нас есть тоже безбожники, невоспитанные тоже есть. Понимаешь? Ну, их мало. Понимаешь? Что русским народом ненависть у меня не было никогда. Есть хорошие. Нельзя сказать, что вот это русский человек плохой или такой. Нельзя сказать так. Идеальные тоже есть. Хорошие. Лучше, чем дагестанцы. Так нельзя говорить. Да. Верно говорю. Вы служащий церкви? Нет, ну, я не в церкви. У меня брат священник. А я проповедник, миссионер. И поэтому мы проехали с книгами, дарили в каждую библиотеку. От Владивостока, из Барнаула, дарили с Сабоновым. От Кудова? Барнаул, Алтайский край. А, знаю. Я был у вас в Барнауле. Один-два раза я был. Яблоко отвез туда, в Азербайджанский. На Камаз прицепе, на фуры. 38 тонн, на 36 тонн мы возили туда яблоки. Ну, ладно, я прощаюсь с вами, отхожу. Всего хорошего. Давай, до свидания, дай Бог здоровья вам. Желаю вам найти примирение со Христом и жить в Боге, чтобы душа не погибла. Он умер за наши грехи. Да. Он не помогает, а вы к нему не обращаетесь. Как помогать? Он вам дал глаза, дал нос, дал рот, руки, ноги, земли, звезды, воздух, воду. И он еще не дал вам. Крайне неблагодарно ведет себя человек. Надо считать Слово Божие. Хочешь поспалить? Что можете мне еще раз про Бога рассказать? Вы Библию имеете дома? Нет. Ну, а поэтому вас нужно в первый класс садить. Только не ругайтесь. Ну, видите, какая хорошая картина у вас. Да. Мы говорим о Христе, о Его любви к людям, что Он умер за нас и зовет к покаянию. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. На огонь вечный. Вы считаете, что я буду осужден? Я не считаю. Вы сами себя определите. Зачем мне считать? Я не Бог. Я вот в 23 года пришел сознательно к Богу по Евангелию. И в 57 лет служу Ему в этом. И как вам? Я смотрю, что вам жизнь улыбается? Ну, как улыбается? Допустим, я первый в стране распространил божественные книги, насчитал. Среди них архипелаг ГУЛАГ. Меня посадили. И пять тюрем прошел. Улыбается мне или нет? Ну, вот видите, а как можно тогда в него верить и молитву ему читать? Да так, что преступники каялись. Следователь обратился, покаялся. А туда бы я не проник. А я везде свидетельствовал, что преступники каялись. Возвращались на истинный путь. Меняли показания, потому что лгали. И получали свободу раза в два, в три быстрее. У меня опыт. Не просто опыт. Я с тюрьмой сотрудничал после освобождения реабилитации. Я не буду в данной ситуации с вами спорить. Я придержусь своего мнения. Это дело ваше. Верующий в Сына Божий имеет жизнь вечную. А не верующий не увидит жизни. Евангелие говорит. Я свое мнение. Наше мнение никому оно не нужно. Бог будет судить по его закону. Я сейчас приеду, допустим, в Италию. А у меня свое мнение. Нет, ты, брат, будешь ехать. Какое у них правило? Как в Египте, значит, в Египте. Закон Божий. То есть мне надо придерживаться правилом, что мне надо верить в Бога? А кто не верит, знаете, что о нем сказано в Библии? 13-й Псалом. Сказал безумец в сердце своем. Нет Бога. Они развратились, совершили гнусные преступления. Нет делающего добра, нет ни одного. Вот и ответ. Ланенька, давайте я с вами спорить не буду. Вы старше меня. У меня есть к вам уважение. Так, а вы можете сейчас говорить, чтобы они заругались ни разу? Договоримся? Я чувствую, что, возможно, до этого дойдет. Ну, не надо. Давайте простимся. Я дал свои ресурсы огромные у нас. Ютуб у нас 17 тысяч роликов. Нет, просто. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.